Дорогие козероги, приветствую! Здесь обзор на 10-летний цикл с 10 до... точнее с 2017 до 26 года. То есть это, возможно, очень далекая история, но я думаю, вы найдете некую полезность. Во-первых, полезность этого видео будет больше, если вы изначально уже имеете какие-то представления, как эта 10-летка для вас выглядит. Будут ли там ситуации с детьми, как они будут выглядеть, будут ли ситуации с недвижимостью, есть ли какие-то планы, есть ли какие-то перспективы по карьере, и как они могут выглядеть тогда. Те факты, которые я накидаю, они уже будут как-то применительно к чему-то. Иначе это будет ощущение просто повешенного в воздухе некоторых дат. Итак, собственно, с 2017 по 26. 2017 год здесь достаточно сумбурный, он энергетически вас делает достаточно импульсивным и немножко даже суетливым. При этом в какой-то момент вы даже можете неосновательно и легкомысленно подходить к своим обязательствам, особенно во второй половине года. То есть там нужно прямо быть внимательным, к ответственным проектам. Но в связи с тем, что энергетика этого года сверх импульсивна для того, чтобы быть легко контролируемой. А вот в 18, 19, 20 здесь возникает ощущение того, что вы обретаете себя. Но важно видеть, что это обретение себя, оно не связано с какими-то новыми реалиями. Оно связано с тем, что вы буквально возвращаетесь к какому-то себе, давным-давно известному. Но это точка опоры, это сильнейшее ощущение себя, оно связано с тем, что вы понимаете, что весь мир крутится вокруг вас. И вот эти три года, 18, 19, 20 фактически являются триумфальными. Несмотря на то, что в них очень много скучной энергетики, но на вас держится ключевая ответственность, вокруг вас ключевые финансовые проекты. И фактически та планета, которая символизирует крупнейшие финансы, с 2009 года она перешла в Важнак. И здесь к 20 году она доходит до своего апогея. И в этом смысле 20 год является самым финансово успешным и ярким, что ли, начиная с 2009. То есть здесь очень важно увидеть некий триумф, возможно, либо долгосрочный путь, к которому вы шли, но не обязательно с 2009, но вот последние годы. И он здесь завершается. При этом завершается он на теме того, что это как бы не несет ничего нового. А на ощущении того, что ну да, это вот та долгосрочная программа, в которой я наконец-то, ну вот окончательно реализовался. При этом здесь есть ощущение того, что вы среди людей старшего поколения, вы сами себя ощущаете таким ретроградом, человеком, ну как бы более сфокусированным на прошлом. И 19, 20-е годы они такие спокойные, ровные, да, они преисполнены на успеха, но там нет ощущения чего-то новизны какой-то. Хотя тема отношений там является очень такой новой. Особенно в 2019 году вы можете заново пересмотреть свои отношения, могут начаться новые отношения, вы можете заново увидеть свои прежние отношения в совершенно новых критериях и правилах. Это очень ценное время для того, чтобы обсуждать и быть в отношениях, но, скажем так, все равно главный момент – это вы, финансы и успех. В 19-м, 20-м. 21-й он становится немножко сумбурный, 22-й очень интересен тем, что тема, связанная с детьми, очень удачно раскрывается. И очень важно отметить сильнейшее влияние эмоциональное, которое для всех знаков будет ощутимо с 23 по 25-й, но для вас оно станет источником достаточно важных, глубоких, душевных разговоров, вплоть до того, что вы задумаетесь о том, чтобы стать психологом всерьез, несмотря на то, что сейчас вы, может быть, электромехаником или какая-то обычная специальность. Но с 23 по 25-й идет очень сильный эмоциональный фон, который вы на себе ощутите как никто, и с этими эмоциями будет сложно разобраться, и важно видеть, что с точки зрения карьеры тут начнутся определенные сложности. То есть до 20-го года, ну скажем, до 20-го, вы вообще триумфально, вы в центре всего. В 21-м начинается революция, но вы так или иначе все дела решаете, есть ощущение успеха, есть ощущение решения многих проблем, и вы успешны в этих решениях, но начиная с 23-го года вас слишком начинает уводить в сторону эмоций. И психологически вы немножко дезориентированы. И в этом смысле 23-й, 24-й, 25-й вы притащите пианино к себе домой и будете на нем брянкать и забудете о работе. Там есть вот этот тренд, связанный с тем, что в работе возникает определенная стагнация. Второе половине – это десятилетки. И очень хорошо, если вы позволите себе делать какие-то вещи, связанные с душевными, с эмоциональными какими-то процессами, связанные с домом, с родными. И вообще тема семьи, тема близких во второй половине десятилетки все более и более становится актуальной. А вторая половина 25-го вообще очень ярко ставит глубокие эмоциональные отношения, из которых вы даже с трудом себя вытаскиваете. И в этом смысле очень хорошо, если во второй половине десятилетки вы все более и более будете ориентироваться на партнера. И главное, что планета власти, планета очень такой жесткой, грубой энергии, она перестанет быть частью знака Козерога. То есть Плутон, как такая планета-властителя, она находится с 2009 до 2024 года в вашем знаке. Это означает, что вы невероятно сильны. И вот с 2009 до 2024 года через вас идет архетип силы. И 2020 год он покажет эту силу на максимум. Но 2021 уже начнет быть революционным. И после 2024 эта сила фактически уходит от вас. И не то чтобы уходит, но суть в том, что вы перестаете быть человеком, подавляющим даже других в отношениях. И в этом смысле в конце десятилетки очень хорошее получается смещение акцентов. Вы все больше начинаете чувствовать, а кто мои близкие, кто мои любимые люди, а могу ли я чувствовать, а вообще какие у меня чувства. То есть очень много эмоциональной сферы начинает раскрываться. И единственное, что важно видеть, что 2023 и 2024, они дают достаточно такие трудные чувства. То есть словно бы я с трудом вообще перевариваю свои душевные переживания, но я учусь этому. И 2021 дает достаточно большой успех. И ситуация того, что вы научились чувствовать, и у вас целое общество людей, с которыми вы общаетесь на этом эмоциональном языке. Для вас это нетипично, это не связано с карьерными какими-то процессами. В карьере там более-менее такое зависание, стагнация может наблюдаться. Но и в этом смысле 25-26, они хороши для отношений, для возможности довериться партнеру. И опять же я сейчас не ухожу в подробности, где там ситуации с детьми. Я так кратко обозначил, что есть хороший 22-23 год для ситуации детей. Я сейчас не обозначил. В общем, какие-то моменты вот так вкратце сейчас сформулировал. Есть подробная версия, там около часа. И там уже планомерно, просто по каждому году я прохожу, рассказываю, где какие сюжеты связаны с отношениями, где карьерные, где вопросы детей и недвижимости. И там уже более к фактам все это, точнее, к конкретным датам, месяцам привязано. Но опять же сейчас с этими месяцами сложно. Можно здесь вот общую картину бы понять, увидеть. И в целом, я думаю, у меня получилось донести. При этом я сейчас еще не обозначал, насколько революционным является 26-й год, потому что он принципиально меняет качество вашей энергии. Вы становитесь очень прямолинейными и очень яркими. То есть ваша планета здесь переходит знакомо. То есть там вообще очень много овноско такой динамичной энергии возникает, агрессивной. И там уже проще начнет заниматься карьерой либо какими-то делами, потому что вот это мелохолие эмоциональное отпустит. И в этом смысле с 22-го по 25-й вот там бы была рекомендация заниматься домом, семьями. Ну, на самом деле, мне кажется, я вот здесь сформулировал все ключевые дилеммы. Если вам нужны какие-то еще дополнительные моменты... Я здесь не комментировал практически черную луну, как ситуации каких-то косяков в рамках этой десятилетки. Достаточно мало. Ну, в общем, какие-то моменты я не комментировал, они есть в подробном видео. Оно буквально раз в 7 длиннее. Ну, или раз в 6 где-то. И там уже подробнее разжеваны какие-то факты. Хотя вот то, как я сейчас вижу, материал подан. В принципе, в каких-то ключевых моментах, возможно, вам этого будет достаточно. Вы также можете купить подробное видео, если вам интересно просто поддержать этот канал и поддержать мою деятельность. Потому что для меня это, по сути, работа и есть возможность мне зарабатывать этим. Поэтому, если можете поддержать канал, тоже буду очень признателен. Также важный момент внизу под видео. Есть ссылка на расчет асцендента. Асцендент порой более эффективен в рассмотрении прогнозов. И очень хорошо, если вы знаете свой знак асцендента и смотрите прогнозы по нему. Потому что тогда, ну, в общем, посмотрите месячные прогнозы. Именно по знаку асцендента вы увидите, что там более четко проявляются даже ситуации. Ну, по крайней мере, я рекомендую. И если вы почитаете, для вас это будет положительной дополнительной информацией в рассмотрении. У меня на этом все. С вами Павел Чудинов. Собственно, надеюсь, вам это видео понравилось. Поставьте оценку от 1 до 5 баллов. Насколько вы, в принципе, нашли уже полезные моменты. И собрали для себя какую-то картинку в рамках вот этих даже 10 минут. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok